Мама и папа не выбирали. Они получили, что получили. Не могли определить, мальчика или девочка. Какие будут, петь или танцевать будет. Будет хоккеист или гитарист. Так ведь? Бог определил тебя. Ты из Него. А если ты из Него, то для Него. Жить ты должен тоже чем или кем? Им. Вот это нормальное положение для жизни. И Ему слава будет за твою жизнь, если ты будешь вот в этой позиции. Бог на самом деле не просто любит себя. Я просто хочу, чтобы ты вот отмотал самое начало. Ты Его желание. Ты Его жажда. Ты тот, которого Он не просто придумал. Не просто сотворил. А там что-нибудь да выйдет. Давай попробуем. Они там втроем сели. Говорят, ну давай, может, там что-нибудь такое. А, это не очень. Ты Его замысел. Вот есть ли у вас опыт такой в жизни, когда вы чего-то очень сильно хотели, и вот у вас появилась возможность это сделать. Или это купить, или это иметь. Вы помните, какое у вас чувство, какое у вас ощущение, когда у вас действительно внутри ответ на ваше желание. Так вот, ты для Бога ответ на его желание. Ты не просто какая-то проблема. Он такой, знаешь, смотрел на землю, смотрит, один мыкается. Ой, не жизнь, а жестянка. Ну что, ладно, надо помочь. Знаете, у нас как обычно? Ой, так у родственников одного все плохо. Давайте все скинемся как-то. Ну, надо поддержать. Ну, что ж, наш же все-таки, да? И вот мы такие иногда к Богу приходим, такие, Господи, я, конечно, понимаю, что в семье не без урода, но не мог бы ты как-нибудь вот по благоволению-то своему хоть немножко-то мне, там хоть стакан воды-то подать, да? Вот это наше ощущение, и это ощущение больного, раненого ума, травмированной души. Нам нужно избавляться от этого, потому что я сейчас вам дам местописание и Ефесянам 1,1, нет, не Ефесянам, из, сейчас, а, Иаков 1,18, Иаков 1,18. Скажите, какое второе слово? А, у меня по-другому, ну ладно. Первое тогда какое? Что такое восхотев? Кто захотел? Бог говорит, я хочу тебя. Как этот был? Лариса Ивановна, хочу. Да? Бог восхотел тебя. Ты желанный. Ты не тот, который, знаешь, вот, пришел к Богу и такой, надо еще заслужить, чтобы Бог на меня обратил внимание. Мне еще надо как-то, ну, поработать над собой. У меня очень много еще пока над чем надо работать. Поэтому, знаете, я знаю христиан, которые 10-20 лет ходят в церковь и все еще голову пеплом посыпают, раздирают свои одежды. И прежде, чем начать молиться, сначала сильно исследуют, в чем им надо покаяться. Вот прям сильно-сильно. Потому что есть вот это ощущение, что если я не покаялся, то Бог меня не слышит. Странно, правда, звучит? Глухой Бог и восхотев, Он решил нас родить словом истины. Вы понимаете, кто захотел нас? Не мы Бога хотим, Он хочет нас. И хочет нас намного больше, чем мы Его хотим иногда. Согласны? И нам нужно отталкиваться именно от Его желания, что Бог, восхотев, родил нас чем? Вам понятна эта фраза? Как это Он родил нас словом истины? Как это родил? Не спойлери, потому что это конец проповеди. Бог, восхотев, родил нас словом истины. Все верно. То есть это Его желание, это Его изволение, да? А дальше про изволение. Эфесянам 1.11. Давайте-ка поразбираемся. Что такое изволение? Кто из вас знает? Ну, разберите это слово на части. Изъявил волю. Чью волю изъявил? Свою волю изъявил. И в Его воле, в Его изволении, вот здесь написано, в нем мы сделали с наследники, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей. Не надо тебе выпрашивать это наследство. Это Бог по своей воле изволил сделать тебя наследником. А больше мне нравится его имя, которое написано с большой буквы. Как оно написано? Что это за имя? А как это совершающего? Это про что? Он сам все делает с тобой и в тебе. Слышишь? Не ты. Он совершает действия внутри тебя, потому что это Его желание совершенствовать тебя, сделать тебя совершенно по изволению своей воли. А мне, знаешь, еще что интересно? Здесь же Ефесянам 1.4 Ответьте мне на вопрос, когда Он это сделал? Спавшего нас и призвавшего званием святым как? Прежде создания мира. Подождите, давайте разберемся. Прежде создания мира это когда? А ты был? А вот и нетушки был. Да! Вот видите, мы под был имеем в виду обязательно, что вот это физическое, материальное проявление себя. Послушай, это только проявление тебя в теле. Ты не тогда появился, когда в роддоме раздался вау! крик. Нет. Ты был в нем. еще прежде создания мира. Ты представляешь себе это? А если ты уже тогда был, и что Он там определил для тебя перед этим, мы читали? Спасшего и призвавшего не по... Да ну нет. А! Я вам читаю другой этот. Второе Тимофею 1.9. Второе Тимофею 1.9. Там спасшего и призвавшего званием святым как? Но по своему изволению и по благодати дан нам когда? Вы записываете это? Я вам очень рекомендую запишите и поразмышляйте над этим. Скажите прежде вековых времен вы много нагрешили? А наделали проступков двоек наполучали много? А ошибались? А кредитов набрали много прежде вековых времен? Вы понимаете о чем речь идет? прежде вековых времен он уже для себя по изволению своей воли решил вас спасти решил вас призвать и уже здесь написано не по делам вашим. Вы знаете в чем главная ложь о человеке? Человек себя постоянно гнобит ему не нравлюсь я сама ему не нравится образ себя он не любит себя он не хочет себя представляете Бог его хочет Бог святой непорочный хочет а человек не хочет себя сам я знаю людей которые даже за собой не ухаживают они не 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 следят за своим здоровьем они не одеваются красиво они не наслаждаются собой они не имеют вот этого отношения с собой знаете по какой причине они себя не любят вы представляете насколько наше мышление поранено насколько оно неправильно насколько мы ищем любую причину чтобы себя не любить любую причину чтобы покритиковать и доказать я здесь не до я здесь не то я здесь не такой а здесь мог бы лучше а здесь вот я преувеличил а здесь соврал а здесь ленился, а здесь еще что-то делал. Да Богу вообще это не интересует. А что такое? Только трое согласны, что ли? Ты хочешь, чтобы по делам, что ли? Кто хочет, чтобы по делам? Поднимите руки. Чтобы Бог такой подошел. Так, мне прочитайте, пожалуйста, все рекомендации, все портфолио. Там, что у него было-то? Ага, пять лет назад. А четыре? Не, не подходит. Развернулся и пошел. Прежде вековых времен он уже тебя спас. Прежде вековых времен. Причем вот для чего вот эта фраза не по делам вашим? Потому что Бог знал, что дьявол будет грузить нас вот этой низкой самооценкой. Что дьявол будет нас грузить недостоинством. Что дьявол будет грузить нас вот этой критикой и чувством вины постоянно. Слышите? И это очень сложно для человеческого ума, который воспитывался с самого детства от дерева добра и зла. И нам все время говорили, ты либо хороший, либо плохой. Помыла полы хорошая дочь, не помыла плохая дочь. Получил пятерку хороший сын, не получил плохой сын. Вот это дерево познания добра и зла, которого обожрались Адам и Сьева, все человечество до сих пор только и делает, что разбирается критично. Пастор не должен носить джинсы с дырками. Как можно слышать слово через дырки? Это же очень сильно влияет на помазание. Оно вытекает уже на коленках. До головы не доходит. Мне комментарии пишут, я веселюсь вообще. Я просто веселюсь. Чего только не насочиняют. Главное, было бы за что зацепиться. Главное, что-нибудь бы найти бы. Мы же ведь каждому человеку, я никогда не забуду, гости сидели, все вместе пили, играли там в карты. Ну, у нас не самая была благочестивая семья. Играли в карты, в Секу, на деньги. Потом после этого пели песни, друг к другу улыбались, ушли. И такие садятся. А Валька-то? А это-то? А ты видал, нет, вырядилась-то? А ты? Я никогда не понимала маленькая. У меня прям серьезный был вопрос. Потому что нас-то не стеснялись родители? Они же вот... А что с них брать? Они в такой культуре выросли. Чем в деревне весь народ нормально занимался? Только вышли на скамейку. О, пошла. Видишь, да? Пошла. Ну, что, знаешь, да? Сейчас расскажу тебе. Мы же только и критиковали, и критиковали. С работы пришли, критикуем с теми, с кем работаем. Со школы пришли одноклассниц, всех разобрали на косточки. С университета пришли педагогов, всех своих сослуживцев разобрали. Весь мир телек включи. Эти-этих критикуют, эти-этих критикуют, эти-этих опускают, эти-этих обесценивают. Весь мир отравлен деревом познания добра и зла. И нам кажется, что если я буду очень искусен в том, чтобы разбираться, где добро, а где зло, то я буду очень популярен. И все ищут. А кто же более правдивый? Никому верить нельзя на самом деле. Все же правды ищут, а верить никому нельзя. Что это за мир, в котором мы живем? Это мир, который по делам. Поэтому нам непонятна, безусловно, любовь. Как это не по делам? Ну как это не по делам? А если он не такой, каким я его ожидаю видеть, тогда я за него замуж не выйду. Потому что у меня четко прописано, он должен быть вот такой, вот такой, вот такой, вот такой, вот такой, вот такой. Мне психолог сказал, что хотя бы 60% должно совпадать. Если не совпадает, я не выхожу замуж. Мы же таких напридумывали себе критериев, норм, каких-то оценок, да? Только одному нас никогда не любили. Все покрывать любовью. И принимать человека таким, какой он есть. Мы всех измеряем, а к себе хотим, чтобы по милости. А ко всем по добру и злу. Да? Что-то очень серьезное у нас поломалось в восприятии. В восприятии себя, в восприятии жизни. Но Бог говорит, не по делам. Причем ты еще даже не родиться не успел, не то, что нагрешишь. Прежде вековых времен, по изволению своей воли. Потому что он любит любить. Бог любит любить. У него это огромное желание, это страсть его сердца любить. Какого бы залюбить еще, да? Потому что вы представляете себе, люблю, полон любви один на необитаемом острове. Что с этой любовью делать-то, если ты один? Ну, залюбил себя, ладно, раз, ну, два, три. Ну, просто каждый день залюбил. Любовь, она требует чего? Она хочет делиться. Она хочет кого-то обнимать. Она хочет кому-то давать. Она хочет видеть, как она, эта любовь, осчастливила кого-то. Аминь. Ведь самое лучшее признание в семье, это когда жена говорит мужу, слушай, я счастлива с тобой. Он говорит, а я как счастлив с тобой. Вот это, наверное, самое, ради чего и строятся отношения. Потому что если моя любовь не делает никого другого счастливым, то это что-то непонятная какая-то любовь. Так вот, Бог нас любит, потому что Ему нравится любить. Не надо мешать Ему любить себя. Когда мы выяснили, да? Следующее. Иоанна 15, 16. Чья инициатива? Чья инициатива? А как вы думаете, он наш избрал навсегда или такой, как на работу принимает? Ладно, покаю Сашу с испытательным сроком. Посмотрю, вот месяца через три, ну ладно, год через три. Какой из него христианин получится? Получится – оставлю. Не получится – не оставлю. Мы избраны Богом для того, чтобы мы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. И знаете, что делают христиане? Такие – мне же надо плод приносить. Все, пошел приносить плод. Сел и принес. Хорошо, если один раз в день получается принести, значит, кишечник работает хорошо. Это вот лучший плод, который мы с вами можем принести, если мы сами сильно постараемся. Но потому что не задумано в природе, чтобы ты сам зачинал плод. Скажите мне, можно ли это? Я сейчас не беру эти все ико, там, ла-ла-ла. Может ли женщина сильно захотеть ребенка и без вообще сперматозоида его получить? Он говорит, я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод. Отчего должен рождаться плод-то у вас? А что подразумевает любовь? Какие отношения? Интимные. Очень близкие. И без вот этих отношений с Богом плода бы не может. Да, Бог тебя избрал. Но не так. Я тебя избрал. Вот тебе план пятилетки. Придешь ко мне с плодами. Да не может быть плода. Без вот этого участия возлюбленного. Аминь. И хорошо бы, чтобы это был не тот плод, про который мы только что перед этим говорили, а все-таки плод любви. А плод любви только рождается из отношений любви. К чему я веду, как вы думаете? Если сегодня твоя жизнь не поменялась, и ты не считаешь ее плодоносной, и у тебя нет плода, это вообще не вопрос успеха. Это вообще не вопрос плодов. Это вопрос твоих интимных отношений с Богом. Если ты ходишь с ним за этим интимом, что такое интим? Зайди, говорит, в комнату твою. И затвори дверь твою. И помолись отцу, который в тайне. Не надо сексом заниматься на людях. Помолись отцу, который в тайне. И там так сблизься же с ним, что придет тебе добро, написано. Аминь. А если у тебя близости с Богом нет, о каком успехе ты и мечтаешь? О каких ответах на молитвы ты и мечтаешь? О каких результатах? О каких свершениях? О каких завоеваниях? Послушай, не будет плода без контакта. Аминь. А теперь ответь себе на вопрос. У тебя есть контакт с Богом? Я говорю об отношениях любви. Дорогие мои, все, что в этом мире, все вот эти вот материальные образы, Иисус говорил, весь Ветхий Завет в образах, для чего нам даны? Чтобы мы умели переносить их на духовные. Он говорит, ну послушай, настоящая близкая любовь заканчивается сексом, свадьбой, верностью навсегда и плодами. Аминь. Спроси у себя, ты женат на Боге? Или ты вышел из него замуж? Есть ли у тебя такой завет с Богом, такое посвящение, что и в болезни, и в здравии, и в радости, и в горе, и когда есть деньги, и когда нет? Есть ли у тебя вот такой завет с ним, брачный завет, когда ты говоришь, Господи, я хочу от Тебя плода? Да, потому что избрание подразумевает не просто я избранный, и все произойдет само собой. Послушайте, Бог тоже не может принести плод без тебя. Слышишь? Бог не может просто тебе принести плод. Вот в естественном мире так не бывает. Муж очень хочет, но секса нет. Секса не было год, секса не было два, на третий она родила. Мне кажется, у мужа возникнет большой вопрос. Кто, папа? Кто, папа? Потому что если у тебя не было с ней отношений, да не могла она зачать. Мы вот так иногда говорим, Бог, ты мне дай успех, ты мне дай вот это, ты мне дай вот это. Он говорит, ну ты хоть раз-то в постель ляг со мной. Говорю как взрослым. Потому что познал Адам Еву, и познайте Господа. Один и тот же глагол стоит в древнееврейском. Один и тот же. Угадайте, почему один и тот же? Потому что это один и тот же акт. Он означает глубокое проникновение друг в друга. Если у тебя с Богом глубокое проникновение, по-другому дети не должны рождаться. Так задумано. Вы что-то слышите для себя? Мы так часто говорим, а что мне плохо? А почему у меня все как-то не так? Иоанна 15.4. Он говорит, а потому что не по протоколу живешь. Ты не понимаешь ту систему, в которую я тебя сотворил. Я-то, вы понимаете, что если Бог сказал, чтобы вы шли и приносили плод, то в плоде заинтересован не только ты. В плоде заинтересован он сам. Аминь. Он хочет тобой хвалиться. Он хочет вот так показывать тебя, выводить и говорить, это мой сын. Посмотрите. А люди смотрят на тебя и говорят, блин, я тоже так хочу. Потому что у него прям везде, вот прям классно, смотри, и поговорить с ним интересно. И успех, и здоровье, и красота, и во всех отношениях видно, человек самодостаточный, счастливый, целостный, востребованный, нужный людям. Бог хочет нами хвалиться. Тебе не надо уговаривать, чтобы он дал тебе плод. Это не проблема дать тебе плод. Проблема в том, есть ли у тебя с ним вот эта вот позиция, вот этот вот протокол. Мне очень нравится, как здесь написано. Здесь же конкретно написано. «Прибудьте где?», а я... Вот давайте мне на пальцах. Как мы можем пребывать в Боге? Да все просто. Я не успеваю это повторять каждый раз. Вот ты сейчас где? В нем. Вот прямо сейчас ты в нем. Почему? Потому что здесь его тело. Ну, как еще географически легче было бы описать нам, как пребывать в нем? Он говорит, церковь – это тело мое. Я глава, а церковь – тело, полнота, наполняющая все во всем. Хочешь быть в нем – будь в церкви. Следующее. Как часто тебе нужно быть в нем? Постоянно. Это не приход твой раз в полгода или раз в месяц, потому что такое пребывание в нем... Ну, давайте опять на самый простой язык. Если сексом заниматься каждый день или заниматься раз в месяц, где больше гарантий, что ты забеременеешь? Если ты каждый день занимаешься, что шансов больше? Ты всегда должен осознавать себя частью тела Христова. А это значит, ты должен быть где-то в домашней группе. Ты должен сделать все, чтобы вот это вот в нем осуществить уже на деле. Учиться в школе АБЦ. У нас скоро откроются христианские библейские курсы ХБК. Будет очень интересное занятие, и причем будет очень легко, потому что мы там сколько? Один раз? В две недели. Один раз в две недели. То есть уже максимально, чтобы было удобно людям. То есть как быть в нем? Сегодня говорила Гульнас. Я не знаю, если бы я не была проповедником, я бы две руки вот так подняла. Ребят, ну я могу, конечно, уйти. Я даже иногда делала так. Я кого-то здесь оставляла проповедовать и уходила на детское служение. Я могу так сделать. Но как бы вам вот объяснить, что? Чтобы находиться в теле и не быть ненужным членом, нужно хотя бы какую-то часть работы в этом теле делать. Потому что вот в теле, в моем, в вашем, нет ни одного органа, который на тело не работает. Глазки на тело работают, ушки работают, носик работает, сердце работает, почки работают. Даже аппендицит уже признали не лишним, а он все-таки нужен. Вы понимаете? Ты должен хоть что-то делать, ну один раз в два месяца, дорогие мои, когда все готово. Причем я знаете, что хочу сказать? Кто хочет получать именно откровения? Вот кто хочет иметь вот эти вот тайную комнату, где интересно с Богом? Я вам гарантирую, пока вы будете готовиться к детскому служению, вот по этому уроку, там есть мультик, там есть рассказ, история, там есть всякие раскраски, шарады, ребусы, которые надо решать с детьми. И там есть обязательно библейская какая-то интересная тема. Я тебе могу сказать, если ты эту тему будешь преподавать, ты никогда ее не забудешь. Если здесь ты просто слушаешь и получаешь там какой-то процент от этой проповеди, то там, когда ты подготовишься и отдашь, ты получишь намного больше откровений, чем то, что ты получаешь здесь. Уже, ну как на это не пойти, я не знаю. Это же для меня благословение в первую очередь. Это как бы одна из вакансий. А на самом деле вакансий его. Нам в медиакоманду нужны люди. Нам в ашерское служение не помешает людей. Нам, где Мариночка сегодня работает? На молитвенное служение нужны люди, чтобы они постоянно тоже приходили в офис, совершали молитву, где опять же молитва в первую очередь на кого работает? Да на тебя. Бог все сделал так, что когда ты в его теле трудишься, первый, кто благословляется, это ты. А потом же то, что через тебя делает Господь. Итак, что он говорит? Прибудьте во мне, я в вас. И дальше объяснение того, о чем мы говорили. Ветвь не может приносить плода сама собой. Не может? Не может. А что ей надо делать? Быть на лозе. Вы видели когда-нибудь яблоко, которое трудится, начиная от корня, чтобы стать яблоком? Оно прям так озабочено. Как бы ему выползти однажды из этой ветки и повисеть? Вы понимаете, что дети само собой растут? Их главное зачать. А потом этот процесс уже женщина просто ходит 9 месяцев и носит. И все. Что она там делает? Она с утра не встает. Так, сегодня глазки надо сделать. А завтра ушки будем прилеплять. Можешь? Пошли будем делать. Нет. Растет само собой. Вот то же самое с Богом. Когда ты пребываешь в нем, растет все само собой. Но только нужно быть на лозе. Седьмой стих. А вот теперь мы бы там говорили «ты в нем», а теперь «он в нас». Да? Вот здесь как раз написано, каким образом он пребывает в нас. Каким образом Бог пребывает в нас? Скажите мне. Словом. Если пребудете во мне, да, это мы уже поняли в церкви, и слова мои, и дальше всем нравятся. Чего не пожелаете, просите, и будет вам. Вот это мы прям сразу все. Господи, ты же сказал, чего не пожелаете, вот я желаю. Да? Я вот это желаю, вот это желаю. Он говорит, вообще не вопрос. Ты только будь на лозе. И только пусть слова твои, мои, в тебе пребывают. А что такое пребывают? Это ты ими живешь. Помните? Все из него и все. А как это им? Это когда у тебя конкретная ситуация. Да? Ты сталкиваешься с чем-то, и у тебя выбор, что сейчас? Раздражение? Или сейчас попросить благодати и покрыть милостью? Потому что если по слову, да, то надо покрыть милостью. А потом тебе прямо просто так несправедливо с тобой поступили. А он говорит, не мсти за себя. Дай место гневу Божию. Мне отмщение, я вас дам. И ты такой, ааа, опять не как я по привычке. А то бы сейчас бы прямо сказал бы, прям правду, да. Прям правду бы, как сказал бы, только как сказал. Он говорит, не-не-не, дай место гневу Божию. Вот это пребывает. Это когда ты знаешь, как нужно поступать, как Иисус бы поступил. И ты это слово живешь. Вот тогда реально слова мои в вас пребывают. И если ты вот так настроился жить, то чего не пожелаешь, проси. И будет тебе. Девятый стих. Так он мне нравится. Почему Бог все это нам говорит? Чтобы создать ту самую территорию любви, в которой все, абсолютно всем, будет хорошо. И Богу, и человеку. Как возлюбил меня Отец. Я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. Если вы заметили эти все стихи из одной и той же главы. И там все про любовь. Но чтобы вот эту территорию любви создать, нужно исполнить вот эти все вещи. Его желание, Его изволение иметь с нами любовные отношения. Но так бывает, к сожалению. В Ветхом Завете мне часто говорят, а как же вот такие места? Плачь 3.33. Разве Бог не наказывает? Разве Бог не делает эти вещи? Не огорчается, но в человеческих. Но прочитайте первую фразу. Нравится ему это? Хочет Бог это делать? Не по изволению. Вы знаете, это вынужденная мера бывает. И вы поймете, так бывает. То здесь родители. И когда вы видите, что у ребенка, ну все уже, просто зашкаливает поведение. Ну не успокаивается. Тарелки бьет. Разбрасывает все. Что вы делаете? Вы проявляете дисциплинарные меры. Это нормально? А вам нравится это делать? Нет. Если нам, будучи злым, родителям, не нравится наказывать своих детей. Почему не нравится? Да это не по нашей воле. Это не по душе нам. Это не по желанию нашему. А ведь мы с вами просто человеки. Мы по сравнению с Богом вообще не любвеобильны. Ну вообще, любовь это то, чему мы учимся сейчас у Бога. Наша любовь, она очень условная. Мы любим тех, кто любит. Нам нравятся те, кому мы нравимся. А здесь совсем другое. Да, иногда приходится человека останавливать, чтобы не пришлось еще хуже. Не Богу, человеку. Бог вынужден иногда. Человек попадает в какой-то тупик. Человек не может от чего-то излечиться. Не потому, что Бог не хочет этого. А потому, что вот эта территория любви потеряна. Ты не в нем, и он не в тебе. А пока ты не будешь на лозе, пока ты не будешь вот в этой именно в правильном положении, в правильной позиции, нет проявления любви. Слышите? Там такое расстояние между тобой и Богом, такой разрыв огромный, что здесь, ну, дети не делаются на расстоянии. Слышите? Ну, не получится ничего. Ты так далеко от него уходишь. Ты так далеко в своем грехе, в своем невежестве, в своих каких-то вот этих, в самости своей. Вот в опоре на себя. Я кто, если не я? Сам сусам. Ну, так дети не происходят. Бог говорит, ты должен быть ко мне близко. Это не потому, что я вот так сказал, и по-другому никак. Дело в том, что это Божий замысел. Мы с вами можем хоть сколько сейчас пытаться доказать, что можно без мужчины иметь ребенка. Можно. Не знаю. Но ведь человек именно этим занимается, когда пытается доказать, что он может быть счастливым и успешным без Бога. Не задуман он быть счастливым и успешным без Бога. Не задуман. Только с Богом. Только в его присутствии. Потому что он сказал, все из меня, все мной и все для меня. Вот общий замысел какой. Из которого все, которым все и для которого все. Понимаете? Ну, можно, конечно, сказать, Бог, ты плохо все придумал. Он скажет, не вопрос. Но дело в том, что я Бог, а ты человек. Вот как придумал, так придумал. Других вариантов нет. Иеремея 31.3. Стих, которым Бог меня однажды поднял из очень-очень сложного эмоционального состояния. Я тогда написала песню, многие знают ее. Издали явился мне Господь, сердце прикоснулся и утешил плоть. Нет, это не то. 31.3. И сказал, вот я успокою тебя. Это был плач Иеремея, а теперь нужно Иеремея 31.3. Нашлось? Хорошо. Что здесь написано? Какой любовью Он возлюбил нас? Что для тебя означает слово вечное? У Бога нет испытательного срока. Слышишь? Сегодня мне задали вопрос. А если ты уже наделал то, что не должен был делать? Если ты уже наошибался, как лукавый ленивый раб, и свой талант не развил, а закопал. Что, Бог теперь все бросит во тьму внешнюю? Я говорю, нет. До тех пор, пока ты жил, жив, пока ты дышишь, у тебя есть покаяние. Покаяние не эмоциональное сокрушение только, а покаяние как изменение мышления. Когда ты вот жил, как лукавый ленивый, а теперь разворачиваешься и начинаешь жить как добрый и верный. То есть на 180 градусов изменяешь свою позицию вот здесь в голове, изменяешь свое представление о жизни. И потому что его вечная любовь – это его изволение, это его решение, это он так захотел, это желание его сердца. Любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение. Скажите, есть ли здесь хоть немножко моей заслуги? По какой причине он простер благоволение ко мне? Потому что его изволение было вечно меня любить. Слышите? Положи руку вот сюда, скажи. Я вечно любим, и это от меня не зависит. Господи, дай мне принять Твою безусловную любовь. Потому что следующий стих начинается. Я снова устрою тебя. Мне так нравится. Я снова устрою тебя. Так мало было вокруг нас людей, которым бы мы разочаровывали, а они опять нас верили. 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 Видать, вот есть такие, которые аж пять раз могут быть разочарованными. Но кто-то может еще. Но, наверное, только родители до последнего верят в своих детей. Это еще более-менее похоже на любовь отца. Но даже мы, как родители, не так сильно верим в своих детей. И гораздо быстрее разочаровываешься в них, чем Бог. Я хочу, чтобы ты запомнил, ты не можешь разочаровать Бога. Вот невозможно, чтобы Бог тебя разлюбил. Потому что Его вечная любовь – это Его решение. И желание Его не просто удовлетворить. Знаете, у нас любовь – это удовлетворение моей похоти, моей потребности. Нет! Его любовь заинтересована в твоем продвижении. Он говорит, я простер благоволение, чтобы снова устроить тебя. Слышишь? Сегодня что-то пошло не так. Сегодня где-то какой-то косяк. Сегодня не по сценарию. Сегодня не так, как тебе хочется. Слушай, дело не в том, что ты что-то не так сделал. Просто ты опять не был с Богом так близко, чтобы плод был от Него. Ты получил плод от своей самости. Ты получил плод от собственной инициативы, от опыта своего. Наш человеческий опыт не годится для тех плодов, о которых говорит Бог. Слышите? Только те плоды, которые зачаты от Него через Его откровение, через отношение с Ним, через познание, через любовь к Нему, вот эти плоды будут пребывающие. А если сегодня не тот плод, который ты хотел, то дело не в том, что ты что-то не так делал. Знаете, в чем проблема людей? Они говорят, а, ну раз вот так не получилось, сейчас покумекаю, книжку еще прочитаю, на тренинги схожу, другим способом попробую. Я не говорю, что не надо книжки читать или на тренинги ходить. Надо. Но надо ходить на те, на которые тебя Бог поведет. Потому что сначала ты зачнешь от Него. Сначала ты возьмешь у Него эту истину об успехе. Сначала ты заручишься Его любовью и укорененный, утвержденный в Его любви. Вот тогда ты расширишься в разные стороны. Слышите? Не пытайтесь что-то сделать без Его любви. Он возлюбил. Он пришел к тебе. Ты думаешь, он не знает, что у тебя поломано? Он не знает, с чем ты сейчас борешься? Он очень хорошо знает. Он знает это лучше, чем ты сам знаешь. Он знает, что тебе нужно сделать внутри для того, чтобы все пошло по-другому. Так все, что тебе нужно, так пусти Его, чтобы Он был в тебе. Как слова мои в вас пребудут? Слова мои в вас пребудут. Как Он входит к нам? Он входит через Слово. Он входит через Слово, потому что Слово обладает потрясающей способностью воплощаться. И именно Его Слово способно материализоваться. Вот что ты должен пережить. Один, второй, раз, третий. А потом ты просто уже не сможешь без этого. Как Он это делает? Через свое присутствие. Сегодня у нас с вами причастие. Сегодня мы с вами будем это реально подтверждать через Завет. Что значит через Иисуса Христа Он снова нас устроит? Давайте посмотрим Ана 13.1. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире. До конца возлюбил их. Как вы думаете, зачем вот эта фраза? До конца возлюбил их. Очень многим нравится крест Иисуса Христа только как место прощения грехов. Я тебе говорю, это место любви. Это место любви. Это не только место твоего покаяния. Это место любви. Там, на кресте, Он до конца возлюбил. Что означает слово «конец»? До смерти. Это означает, что все совершилось. Вы помните, что Он сказал там? А что все? Что все совершилось до конца? Это означает, что уже все обеспечено в твоей жизни. И за все заплачено. Заплачено за твое здоровье. Заплачено за твое преуспевание. Заплачено за твои счастливые отношения. Заплачено за твое предназначение. За твое раскрытие потенциала и призвания. Заплачено за твою благословенную работу. За все заплачено. Как вы думаете, зачем Он за все заплатил? Я вам сейчас примерно приведу пример. Мужчина встречает женщину. Встречает женщину, богатый мужчина. вообще всего в достатке, и мудрости, вообще все, все есть, все женщины такие, где он? Так вот, он ее встречает, смотрит на нее, а у нее проблема на проблеме, кредитов море, отношения в хлам, характер, себя не любит и так далее, и так далее, да? Вот он смотрит на нее, ну она ему так нравится, секрет открою, женщины, мужчины, можете не хлопать в ладоши, я знаю, что вы точно согласитесь, в первую очередь они вас хотят сексуально, ну вот так они устроены, не надо их за это ругать, у них вот все про это, я потом только поняла, когда в Боге, раньше я думала, ну что никакие, нормальные-то, а поговорить, да, это для женщины. Мужчинам нужен секс, если они с вами болтают, то только ради одного, чтобы в конце был секс. Поэтому вот эта вот часть их, она на Бога похожа, потому что Бог очень хочет близости с вами. Слышите, как еще, через какую метафору еще вам рассказать, что Богу просто решать ваши проблемы? Вот представьте себе, он такой к ней, ну что? Она, ой, не могу даже про это думать, одни только долги, 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 кредиты, кредиты, он такой, тьфу, пошел, заплатил, все отдал. Приходит к ней опять, ну что? Ой, не могу, голова болит, прям вообще сил нет. Пошли к врачу. Все, вот тебе лучший специалист. Болит? Нет, не болит. Я вечером зайду. Приходит к ней, ну что она? Слушай, холодильник пустой вообще, ничего нет. Завтра надо детей кормить не знаю чем. Тьфу, пошел. Холодильник забил. А я говорю, ну вот теперь-то что опять, что она? Детей надо устроить, одно в детский сад, другое в школу. Хорошо, пошел, устроил всех детей, опять приходит. Ну теперь-то? Свершилось. Вы понимаете, что Бог настолько жаждет человека, он настолько сильно хочет? Вы думаете, ему проблема решить твои долги, детей устроить в школу лучшую, в детские сады, исцелить тебя? Он говорит, секс когда будет? Ты когда ко мне пойдешь в тайную комнату часа на два хотя бы? Ты когда будешь слезами обливаться от любви ко мне? А я буду говорить, как я тебя люблю. А потом, как ты меня, а потом опять, как я тебя. А потом, как мы вместе. А потом еще как-нибудь мы придумаем, как. Вы понимаете, что у Бога жажда по любви? Ведь твои молитвы, это же доклад о плоделанной работе или о перспективах на будущее. Бог у меня список. Пункт первый, квартира. Пункт второй, работа. Пункт третий, муж не пил, чтобы. Пункт четвертый, исцеление. Пункт пятый, смотришь, уже час прошел. Какая там любовь вообще? Одни деловые отношения. От деловых отношений детей не бывает. Кто-нибудь что-нибудь слышит сегодня? Опять распнут меня в интернете. В очередной раз. Через Христа только может это совершиться. Слышите? Через Христа. А для этого нам нужно все-таки познать эту любовь. А познание любви приходит через познание его содержания. Ну, как любить того, не знаю кого? Ну, ты ляжешь в постель с тем, не знаю с кем. Ну, вот первый проходимец прошел мимо. Айда? Айда? Это же сколько надо принять на грудь? Так не бывает. Ведь любовь – это следствие общения. Самые лучшие семьи строятся через дружбу. Не когда сразу был сумасшедший секс. А когда мы сначала долго-долго дружили, общались, знакомились друг с другом, рассказывали, кто мы, что. И по пути еще больше влюблялись. Еще больше. А потом, о, ты еще и такой. А еще вот такой, как интересно. Вот этот процесс отношений, он однажды должен усиливаться, расширяться, углубляться. Потому что через Христа, а Христос в нас через Слово, вот сейчас пойдет самое важное. Уже скоро будет причастие. Иоанна 6 глава с 53 по 57. Я хочу вам просто открыть. Это прям очень сильно. Никогда не устану благодарить Танюшу Багаеву. Где она, солнце мое, привет. Это вот после твоей молитвы еще меня накрывает, нахлобучивает. Про плоть. Я прям, мне распочковывается, распочковывается это откровение. Да? Иоанна. Смотрите. 6 глава. Иисус здесь говорит о причастии. Мы сегодня готовимся с вами к причастию. И что он здесь говорит с 53 стиха? Иисус же сказал им истинно, истинно говорю вам. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. На кресте что было распято? Плоть. Плоть. Да? А сейчас я хочу провести очень важную параллель. Давайте дальше еще прочитаем. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, кровь моя истинно есть питье. Ядущий, ну, тот, кто ест, давайте так, немножко нам непонятное слово. Тот, кто ест мою плоть и пьет мою кровь, пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой отец, я живу отцом, так и тот, кто ест меня, жить будет мною. Да? И теперь у меня к вам вопрос. Плоть с какой буквы написано? Везде с большой, обратили внимание? Везде с большой. А какие у нас пишутся с большой буквы слова? Собственное. Что есть это что? Это имя, это личность. Плоть с большой буквы – это личность. Почему это очень важно? Вот это высветилось мне, и я хочу поделиться с вами. Давайте еще одно место прочитаем. Иоанна 1,14. Иоанна 1,14. Вот видите, вот во многих Библиях исправляют. Зачем – не знаю. Но неважно. Слово стало чем? А плоть там написано с какой была буквы? А что стало плотью? Слово. Иисус. Да? Слово стало плотью. Я прямо сейчас хочу, чтобы ты ответил на вопрос. А ты кто? Откуда взялся ты и сформировался как личность? Вообще, как формировался человек? Помните, у меня много проповедей на эту тему. Если вы постоянно ходили, вы должны уже это знать. Что такое человек? Есть еще песня, Ирина моя часто ставит ее. Кто мы? Мы просто? Мы с вами – это просто слова. Потому что, когда человек рождается, у него нет вообще ничего. И он начинает принимать о себе знания через то, что ему о нем рассказывают родители. Ты мальчик или девочка? Ты хороший, ты умненький, ты такой, ты такой. Они ему постоянно забрасывают самоопределение. Определение. Он себя этими словами определяет. Ой, какой ты у нас молодец. Он такой расплечи расправил. Ах, какая она у нас красавица. Видели, как дети позируют на фотке? Какая. Все, она вся поплыла. То есть, мы – это слова. Кто-то говорил в нас хорошие слова. Кто-то, к сожалению, приклеивал ярлыки. Кто-то обесценивал. Кто-то унижал. Кто-то уважал и возвышал. И вот мы – это слова, которые стали плотью. Все то же самое. Слышите? Вот все то же самое. Иисус – это слово, которое стало плотью. И человек – это слово, которое просто воплотилось. Если, говорит, будешь называть сына свин, вырастет свиненок. То есть, вот как назовешь, так и поплывет. Мы – слова. Взяли эту мысль? Прямо запечатлеть ее. Что мы с вами – это слова. Вот почему Иисус – это тоже слово, которое стало плотью. А теперь смотрите, что было прибито на крест, если вы будете смотреть именно плоть, как слово. Что было прибито на крест? Совершенно верно. Он был чистым словом. И это слово показало через его жизнь, что его плоть была совершенная. В нем не было ни пятна, ни порока. Это был чистый агнец. Аминь? Но в тот момент, когда над ним начали издеваться, он стал принимать в себя что? Нашу с вами плоть. Он стал в себя вмещать те слова, которые прозвучали в твою жизнь и сформировали твою личность. Потому что ты тоже человек с большой буквы. Ты уникальный, ты личный. Второго такого нет среди восьми миллиардов. Аминь? И вот все слова, которые были для тебя, как проклятие. Когда мама говорила, да руки не оттуда растут. Когда папа говорил, да туповатый. Когда там тренер говорил, да у тебя никогда в жизни ничего не получится. Когда кто-либо говорил в твою жизнь вот эти слова, которые отклонили тебя. Грех, помните, что такое промах, не попасть в цель. И ты не стал тем образом из замысла, каким Бог тебя задумал. Потому что не те слова формировали тебя. Если в жизнь ребенка звучат хорошие слова, если туда звучит слово Божье. Вы посмотрите, я наблюдаю за семьями в четвертом поколении верующие, в пятом поколении верующие. Это совсем другие дети. Потому что, когда они рождаются, в них летят слова любви Божьей. В них звучат слова пророчества о том, что в них верят. Там нет вот этого наклеивания ярлыков, унижения, обесценивания. Потому что там научены Господом уже родители. Они с новым, они с Божьим мыслением, они с умом Христовым. Аминь. Поэтому и дети вырастают успешные, красивые, интересные, самодостаточные в этом смысле слова. У них нету отверженности. У них нет сиротского духа. У них нет вот этого унижения себя. Почему? Да потому что слова формировали их другие. Аминь. Если бы нам с детства, с самого рождения, с молоком матери говорили, И будешь ты в благословении. Одна рассказывала, женщина, она бабушка уже, и верующая семья, но она уже давно верующая, она говорит, я хоть на внуках оторвусь. И она внуков всегда вот в Божьем наставлении, в Божьем слове, в Божьей любви. Не в религии вот это, ай-яй-яй. Да? Да, а вот именно в любви Божьей. И когда ребенка стали отдавать в сад, приходит, говорит, как тебя зовут? Она говорит, я благословение. Она принимала это как свое имя. Ее они не говорили, Людка, Людка, иди сюда. И говорит, благословение мое, иди сюда. Благословение мое. А у нас, да будь ты, откуда ты на мою голову взялся, у всех дети как дети, а мне стыдно перед соседями, ля-ля-ля-ля-та-па-ля. Как тебя зовут? Благословение. Представляете? Вы помните, что вас так звали в детстве? Не буду говорить, что я помню. Так вот, слово стало плотью, чтобы в себе умертвить все слова, которые звучали в твоей жизни от Бога. Аминь. Потому что в Римлянах написано, он в подобии нашей греховной плоти пошел на крест. И получилось, что наша плоть вошла в его плоть, и его чистое слово аннулировало все злые семена, которые были посеяны в тебя. Слышишь? Вот почему, когда мы причащаемся Иисусу Христу, мы должны проживать еще раз этот момент, когда все слова проклятия, а любое негативное слово, оно несет за собой последствия. Потому что любое слово хочет воплотиться. Жизнь и смерть во власти языка. И Бог пришел как воплощенное слово, чтобы аннулировать слово, сказанное в твою жизнь не от Бога. Аминь. Поэтому у меня вопрос. Если ты осознаешь это, 2 Коринфянам 4.10, стих, которым я сейчас живу в последнее время, которым я живу, я практически каждый день этот стих на себя провозглашаю, молюсь, и я им живу. Всегда носим в теле что? Когда я первого своего прочитала, я такая, фу, не хочу мертвость носить. Вот жизнь мне нравится. Вот чтобы жизнь Иисусова открылась в теле нашем, хочу, мертвость не хочу. Сейчас я с такой радостью в себе ношу мертвость. Господа, вы не представляете. Я каждый день с утра, когда гуляю, когда молюсь, я говорю, Аллилуйя, Господь, сегодня во мне действует Твоя смерть. Потому что она уничтожает все, что вдруг попало в меня не от Тебя. Я ношу мертвость в теле своем постоянно. Особенно если что-то где-то кольнуло. Я говорю, в мертвость прямо сейчас. Потому что своей смертью он аннулировал всякую платформу для болезни. Вы знаете, что болезнь просто так не может быть в вашем теле. Она не имеет права. Если она там есть, то она к чему-то прицепилась. Может ли болезнь прийти на рожденное свыше внутри тебя? Нет, конечно. Так же, как она к Богу не может прицепиться. А если она сегодня там сидит, то значит там есть что-то от старой греховной плоти. Слышите? Только старая греховная плоть может быть вместилищем бесов, болезней, вот этих всех состояний дурацких и так далее, и так далее. Значит, что мне нужно? Мне туда нужна смерть Иисуса Христа. Кто-то сразу говорит, жизнь, 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 подожди. Это вторая часть Евангелия. Почему во время причастия мы смерть Господню возвещаем? Не воскресенье. Смерть Господню... Что делаем? Возвещаем. Что значит возвещаем? А это прямо декларируем и провозглашаем. Вот сегодня будем принимать причастие? Собери все, что ты не хочешь, чтобы в тебе жило. Вот все, от чего ты хочешь избавиться, скажи, в смерть тебе возвещаю диагноз. В смерть тебе возвещаю болезнь. В смерть тебе возвещаю струсость. В смерть тебе возвещаю. Прям возвещай смерть. С радостью носи в теле. Слушайте, не там в Иерусалиме смерть Иисуса и гроб Господень. Вот народ ломится туда. Может быть, там чудо произойдет. Зачем тебе гроб Господень и Иерусалим? Ты мертвость носишь в себе. Вот где у тебя сегодня Голгофа. Вот здесь мертвость Господа. А как только в смерть уйдет то, что должно сдохнуть, что на этом месте появится? Дальше написано запятая. И чтобы, скажи, чтобы, это следствие. Это не причина. Как только смерть сработает, как только вера твоя принесет смерть долгам, проблемам, трусости, слабости, тупости, не знаю, безинициативности, всему, чего ты хочешь, так ты претендуешь на следствие, чтобы жизнь Иисусова открылась. Аминь. Нравится вам? Дарья уберите. Итак, музыканты, поднимайтесь на сцену. Чье слово победит? У меня вопрос. Чье слово победит? Слово, которое когда-то сказали, прокляли тебя, там, учителя, я не знаю, друзья обиженные, родители, начальник, еще кто-то. Ребята, чье слово победит? А может так, чтобы не победило слово Божье? Написано его слово, навеки утверждено на небесах. Да и вообще, в начале что было? Все через что начало быть? А без него ничего не начало быть. Ты хочешь, чтобы что-то начало быть в твоей жизни? Перечисли мне, что ты хочешь, чтобы начало жить? Семью хочу, например. Что еще хочешь, чтобы начало быть? Процветание хочу. Кто еще? Что, ничего не хотите, что ли? Какая счастливая я пастор. В церкви все есть. Здоровье. Что еще хотите? Мудрость, творческое мышление. Что еще хотите? Чтобы это начало быть. Хочу, чтобы это начало быть. А теперь скажи, через что все начинает быть? Сколько у тебя есть слова по этому поводу? Получил ли ты откровение, что Бог тоже это хочет? Что у Бога тоже есть интерес в том, чтобы ты стал возвещать Его славу? Он говорит, украшусь с тобой, как диадемой. Слушайте, одеть вот сюда что-то, чтобы было видно всем, это ответственно. Чтобы таким быть, Бог в этом заинтересован. Значит, ты должен разрешить. Не надо так, чтобы... Ну, всех показал этот Самуил, помните? Нет, не Самуил. Как звали папу Давида? Есей. А последнего не стал показывать. Почему? Ну, было бы, что в семье не без урода. Да? Вот христиане такие иногда. Я никто не какович. Да к чему ж там гордиться-то пастором? Я поэтому никому не рассказываю, что я верующий. Ну, потому что, а что я буду рассказывать-то? У меня ни кола, ни двора, ни ума, ни фантазии. Поэтому я и молчу. Так вот, Бог заинтересован в том, чтобы ты имел и ум, и фантазию, и кол, и двор. Лучше золотой. Аминь. Это Его изволение. Вы помните, с чего мы начали? Бог хочет. Бог выбрал тебя. Не останется бессильным у Него никакое слово. Больше того написано в конце. Этот всадник на белом коне. И имя Ему какое написанное? Слово Божье. Сегодня мы это слово будем еще раз поднимать на крест. Для чего? Чтобы в Него вошли наши слова. Все слова, которые нас сегодня действительно как-то комплексуют, держат в какой-то тюрьме страха, держат в какой-то боязни. Сегодня мы будем все это через причастие отдавать Ему на крест. Потому что без Него ничего не начало быть, что начало быть. И я хочу еще раз тебе напомнить или задать тебе вопрос. За кем последнее слово? Кто на самом деле... Открой нам еще раз откровение 22.13. Кто альфа и омега? Кто первый и последний? Кто начало и конец? Вы понимаете, что у вас нет вариантов не быть благословением? Но нет вариантов. Потому что доброе дело, которое Бог начал в вас, Он будет продолжать до дня пришествия Своего. Здесь просто дело не в Боге. Мы уже все выяснили. Это Его желание. Это Его изволение. Это Его выбор. Это Он тебя избрал. Это Он все это начал с тобой заварил. Это Он тебя первый полюбил. Тебе нужно только ответить на Его любовь. Это Он хочет познания тебя, чтобы ты познавал Его все, что тебе нужно. Быть в Нем, а Он в тебе. Аминь. А все остальное, вот прямо сейчас, пока мы будем делать причастие, отдай в Его смерть. Возвести смерть всем этим ложным установкам, которые навязал тебе дьявол. Кто мне будет сегодня помогать причастие раздавать? Я так посмотрела. Вроде все свои. Есть кто-то новый сегодня у нас? Все? Все, да?